Мир спортивного питания полон мифов и предрассудков. В любом магазине спортивного питания или тренажерном зале вам с упоением расскажут о чудесных свойствах различных добавок. При этом продавцы и заинтересованные в продажах тренера нисколько не озабочены вопросом аргументации. Более того, зачастую они вводят покупателей в заблуждение, применяя ложные факты и рассуждения. Часть из них, полностью игнорируя научный подход, ограничивается бытовыми доводами в стиле «Мне помогло» или «Был у меня тут один паренек, выпил баночку, теперь на мистер Олимпия поехал». Смекаешь? Однако подавляющее большинство занимается откровенной лженаукой, когда вместо ссылок на исследования и адекватной аргументации приводят пространные рассуждения о действии продуктов. Например, данный препарат является незаменимым кирпичиком при строительстве мышц. Этот компонент участвует в выработке гормона роста. Этот ингредиент уменьшает потребность жирной пищи и способствует снижению аппетита. Он является природным жиросжигателем, обладает мощным анаболическим действием. Вы должны понимать, что все это тезисы. Тезисы ничего не доказывают. Тезисы нуждаются в аргументации и доказательстве. В этой серии видео мы рассмотрим реальные данные и клинические исследования эффективности всех препаратов спортивного питания. И первый препарат, который мы рассмотрим, это L-Arginine. На сайте Sports Week'и можем видеть, что L-Arginine продается в качестве монокомпонентного препарата, например, от компании Now, Forever Fit, Ultimate Nutrition, Twin Lab, а также в составе комплексных продуктов. Самый популярный, конечно, No Exploited BSN или FIRST от СЭМ. И сразу же перейдем к настоящей серьезной аргументации, а именно зайдем на сайт клинических исследований Национальной медицинской библиотеки и Национального института здоровья США. Здесь выложены все исследования по всем препаратам. Вводим поиск L-Arginine и находим, что на данный момент следует зарегистрировано 452 исследования L-Arginine. При этом часть из них уже имеют результаты. И почти во всех исследованиях я для вас выбрал L-Arginine применяется в дозировке 0,1 грамм на килограмм тела в день. Это означает, что если вы весите 65 килограммов, то вы должны принимать в день 6,5 граммов аргинина. А если вы весите 100 килограмм, вы должны применять, а точнее принимать 10 грамм L-Arginine. Количество исследований 450 говорит о том, что препарат потенциальный, потенциально эффективный, интересный. Давайте посмотрим, что изучено на данный момент. Существует всего три серьезных исследования L-Arginine в спорте. Вот первое исследование, оно проходило в 1988 году в Университете Мюниха в Германии. И оно называется «Аргинин стимулирует выработку гормона роста». Читаем из заключения. Наши результаты доказывают, что оральный прием аргинина приводит к повышенному уровню гормона роста, то есть L-Arginine эффективен. Второе исследование проходило в 2011 году на факультете физического развития в Эдмонте в Канаде. И оно показало, что, читаю из заключения, однако ни одна из доз приема L-Arginine не смогла увеличить выработку NO, оксида азота, или же GH, это Громон роста. То есть L-Arginine оказался абсолютно бесполезным. Посмотрим третье крупное исследование. Оно было проведено в 2005 году в городе Сиракузы, в США. И в заключении авторы указывают, что прием от 5 до 9 граммов аргинина приводит к существенному росту, увеличению выработки гормона роста. Они также указывают, что 13 грамм и большие дозы приводят к нарушениям в желудочно-кишечном тракте, а также пик эффективности L-Arginine достигается в промежутке от 30 до 60 минут. Следующий источник, куда мы зайдем, это Национальный институт здравоохранения США. Это что-то типа нашего Минздрава. Он, оценивая научные доказательства, выставляет каждому продукту, в том числе спортивному питанию, две оценки. Первая оценка это безопасность. И мы видим, что L-Arginine является possible safe, что переводится как допустимо безопасный. Большая часть людей может смело применять L-Arginine в указанных дозах без опасения за свое здоровье. А теперь с точки зрения эффективности. Мы видим, что L-Arginine possible effective, что переводится как вероятно эффективен в случаях различных сердечных заболеваний, эректильной дисфункции, высокого давления. Но если мы обратимся к выполнению упражнений, то видим, что в плане спорта L-Arginine находится в разделе недостаточных доказательств. Я вам прочитаю все, что здесь написано. Существует недостаточное доказательство того, что L-Arginine увеличивает производительность спортсменов. Некоторые данные показывают, что прием 6 граммов L-Arginine в день в форме напитка увеличивает выносливость. Другие данные подтверждают, что L-Arginine при приеме даже с антиоксидантами, такими как Nightworks, Кипа-Лайф, не улучшает, так сказать, силовые и качество спортсменов. То есть является бесполезным. Последний источник, куда мы сойдем, это австралийский государственный спортивный комитет. Он сделал для нас доброе дело и разбил все спортивное питание по 4 категориям. Группа А это препараты, которые рекомендованы всем спортсменам, их эффективность доказана, и правительство Австралии снабжает всех спортсменов этими препаратами в любом объеме. Группа Б это препараты, которые имеют вероятную эффективность с точки зрения доказательной медицины и требуют дальнейшего исследования. Их использование разрешено, но только с точки зрения, только с разрешения и рекомендации тренера. И группа С это препараты, чья эффективность является низкой, спортсмены ими не снабжаются, и эти препараты не рекомендуются. Ну и группа Д это, понятное дело, запрещенные препараты, стероиды, трибулусы и так далее. Итак, где же находится аллергенин? Если вы посмотрите группу А, то его здесь нет. Если вы посмотрите группу Б, то его здесь нет. А группа С это все остальное. Именно там и находится аллергенин. Он находится в группе препаратов с низкой эффективностью с точки зрения доказательной медицины. Ученые не рекомендуют снабжать спортсменов препаратом аллергенин. Ну вот и все. Вы потратили несколько минут, и теперь не дадите предприимчивым продавцам зарабатывать на вашем незнании. Теперь у вас есть доводы и аргументы. Покупать или нет, аллергенин вам решать самим. Я же закончу свой рассказ словами Франко Коломбо, который любит говорить. Не верьте мне, сейчас у каждого есть интернет. Воспользуйтесь им, чтобы проверить мои слова в авторитетных источниках. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях. Спортивное питание, о котором бы вы хотели услышать или увидеть новый обзор, я обязательно для вас его сделаю. Всем спасибо.